Привет, мои прекрасные! Я рада приветствовать вас на моем YouTube-канале. Меня зовут Дарья Кривная, вы меня точно знаете как Ривда, и сегодня мы с вами обозреваем косметику, то есть мы с вами очень-очень любим. Я сегодня предлагаю вам обозреть косметику Stellar. Я набрала то, что у меня есть, и то, что люблю, то, что, ну, так, расскажу-покажу, и мне пришла еще такая штучка с тональным кремом. Тут просто такая упаковка, просто открываешь, и тональные вываливаются. Очень сильно похоже на Face & Body MAC, на Dior's Backstage тональный крем. По виду посмотрим, как это все смотрится на лице, проходит в течение дня по традиции, и сделаем соответствующие выводы. Насчет чего-то выводы у меня уже устоявшиеся, устарелые. В том смысле, что я давно использую эту косметику, давно я с ней знакома, а вот тональные, и это прям будет первое впечатление, и очень мне на самом деле интересно, потому что обещает красивый, естественный, незаметный финиш. Так что давайте начинать наносить. Обязательно подписывайтесь на канал, тут очень много бьюти, и также я тут сейчас стала говорить про ведение блога, и как даже с маленьким количеством подписчиков начать с него зарабатывать. Это мое прямо отдушина сейчас, я очень люблю этим заниматься, я этим и зарабатываю, поэтому, в принципе, да, мне нравится об этом говорить, я буду об этом говорить, но бьюти никуда не денется. Так что давайте приближаться, наносить, ставьте пальчики вверх, колокольчики, чтобы меня до нового видео не пропустить. Для начала я хочу, конечно же, собрать волосы, потому что надо сделать маску, я что-то так мало стала ухаживать за кожей, я, говорит, во везде какая-то, ну, знаете, очень на релаксе, на чиле, мало стала делать ухода, я автозагарчиком, пшик, и в основном делаю маски, вот так вечером маски, или если куда-то надо собраться, тканевую, или мои любимые, сейчас покажу, какие. Давайте поэтому сделаем маску, накручу, наверчу, чтобы нам вообще ничего не мешало. Такие штучки нашла на Вайлберис, очень удобно держит волосы. Как всегда, Вайлберис это мой второй дом, блин, я такая. Ну, в таком костюме я, конечно, вообще... Я это сделала чисто для того, чтобы маску сделать, потом я ее все равно распущу, мне нужно, чтобы сейчас ничего не мешалось. Вы знаете, как я люблю маски Alex Skin, я еще одну взяла. У меня есть желтенькая, оранжевенькая точнее, есть синенькая ночная, оранжевенькая утренняя, и вот эта прямо супер универсальная. Она и очищает кожу, и подтягивает, выравнивает тон лица, делает ее такой сияющий, отдохнувший. Очень многогранная маска, и вот из всех, которые я попробовала, вот эта мне показалась прям мастхэвной больше всех, потому что она прям супер универсальная, и перед макияжем кожу подбадривает прям очень круто. Она еще хорошо работает с пигментацией, то есть выравнивает тон лица, и самое главное, что не стекает, ее можно спокойно наносить. Избегая зоны вокруг глаз, вот прям под глазами не наносим, и на губы не наносим, отступаем по сантиметрику. Я считаю, что маски это прям для лентяек, таких как я, чтобы просто с сос какой-то сделать взаимодействие кожи и выглядеть прекрасно, мгновенно. Но на самом деле у этих масок, я из-за что люблю, у них накопительный эффект, если регулярно использовать, кожа преображается. То есть она не такая неразовая акция, а именно эффект накапливается. Если регулярно делаешь, кожа становится все лучше и лучше. На самом деле, когда я их начала использовать, о них мало кто знала, сейчас вообще они шуму какого-то наделали. Очень популярный на Вальберис, на Озон, они, по-моему, даже в числе бестселлеров. На самом деле не просто так, потому что конкуренция люксу конкретная, качество на высоте упаковки, эффект, текстуры, составы. В общем, мне очень нравится из таких ванночных масок, я использую их. В основном, прям, они у меня стоят в первом ряду в ванной. На самом деле наносить маску, это прям какая-то медитация, мне кажется, не? Смотрите, какая у меня текстура кайфовая. Кажется, что она глиняная, но нет, наверное, такая немножечко гелевая. И не сушит кожу, вообще не стягивает. После прям топ, ну сейчас увидите после эффекта. И, кстати, каждой, каждой масочке идет в тон кисточка в наборе, коробочки, все прямо на высоте. Короче, любовь. Ждем где-то 15 минуток и идем смывать. Ну что, я пришла, умылась, вроде все хорошо смыла. Проходила 15 минут. Очень комфортное ощущение, как будто увлажненности, упругости, но при этом вообще без липкости и жирности. Я обожаю такое. Тон лица выровнена, она такое чуть-чуть светится изнутри. Очень приятно трогать. И эффект охлаждения очень приятный. Без скидки она стоит где-то 3-300, а сейчас целых 40% скидка. Это надо брать. Я уже сказала себе пока перед рекомендацией, чтобы точно мне хватило. Я ссылочку оставлю в инфобоксе. Вы знаете, как я люблю эти маски, как я ими регулярно пользуюсь. С огромной любовью рекомендую. Ну что, давайте начнем наносить тональный крем. Тут 4 оттенка. Давайте мы все с вами просвочим, что он нам обещает. Тональный крем с эффектом идеальной кожи. 0-1 светло-кремовый. Смотрим и выбираем. Давайте я на свое лицо нанесу. У меня остатки автозагара. Первый. Всегда выбирайте тональный крем по вот этой вот линии подбородка. Там максимально все правдиво будет, насколько вам подойдет цвет. Второй. Чуть желтее. Но видно, что да, темнее. Третий очень красивый кремовый. Давайте я вас приближу. Я, наверное, его возьму. И четвертый. Четвертый теплее. Загарный. Вот этот прям песочный. Третий я его и возьму. Песочно-бежевый. Да. Правильно называется оттенок. И он мне подходит лучше всего. Вот этот тепловат и такой даже немножечко желтоват. Этот слишком светлый. Этот уже загарный. А этот прям то, что нужно. Пока останусь так. Ладно, ничего. Вам беднее. Волосы не мешают. Думаю, хорошо будет. Соскучилась по каким-то прикольным новинкам. Что-то мало новинок. Стали замечать, да. Я роюсь постоянно на сайтах. И как-то все... Оттуда как-то скучновато. На рынке бьюти надо свои новинки делать. Ну, хочется прям много раньше реколекций или митки. Хочется прям новых формул. А уже как будто, знаете, ничего нового изобрести не могут. В том плане, что уже и так столько инноваций в косметике. Что косметика прям вообще незаметная. Как будто на тебе ее нет. Куда уж еще-то совершеннее. Что еще можно создать? Что она сама себя наносила или что? Какие у вас вообще есть креативные идеи по созданию косметики? Вот мне очень интересно. Что она должна такого делать, чтобы вас сейчас удивить в таком изобилии? Я не знаю, что она должна делать. Она должна просто максимально легко растушевываться, чтобы ей мог работать каждый. Не только профессионал. И без танцев с бубнами. Вот как бывает, пробуешь какое-то средство. Например, вот в прошлом видео, где я тестировала белорусские новинки. Мои для меня новинки, которые я не пробовала. И вот этот стик. Он прикольный, но с ним надо повозиться. Я его нанесла специально, как обычный потребитель. Сразу на лицо. Я знаю прекрасно, как надо наносить средство из тиков, но большинство все равно наносит вот так. И мне пишут, типа, надо его там разогреть на руке. Я прекрасно знаю. То есть, я не понимаю, зачем плясать с бубном со средством. Максимально должно все легко наноситься. Максимально все должно легко растушевываться, чтобы макияж распределялся очень-очень быстро. Чтобы просто не пришлось искать соответствующую одну единственную кисть, подходящую для нанесения этого продукта. Это же просто, ну, по-моему, прошлый век. И надо, чтобы продукт наносился хоть пальцами, хоть пяткой, я не знаю, хоть копытом, хоть кошачьей лапкой, чем угодно. Максимальная, легкая работа. Если со мной согласны, пишите в комментах. Ставьте пальчики вверх на видео. Вообще, на самом деле, бренд Stellar крутой. Одни из создателей там из Vivian Sabo, из Influence, из Beauty Bomb. Слушайте, на самом деле, тон действительно очень-очень хорошо нанесся. И выглядит очень-очень красиво. Я почему-то думала, что будет похож на Шаку, но посмотрела, в первом составе нет чистого спирта. Значит, он не будет так, не должен, по крайней мере, так стягивать кожу спустя какое-то время. Ну, посмотрим. На лице выглядит бесподобно, намного красивее. Шаки не западает в морщины, не проваливается ни кудышки. Я думаю, что он будет блестеть, как блин. Тоже нет. Очень естественно. На самом деле, мне нравится. Пока что. Так я не договорила насчет вообще бренда Stellar, мне его эстетика нравится много больше, чем всех остальных брендов. Ну, Influence мне нравится больше всего. Там прикольные баночки. А здесь такая достаточно минималистичная, стильная золотая упаковочка. Не все любят такое золото, но на самом деле симпатично. Намного мне больше нравится, чем тот же Vivian Sabo. Так, давайте консилер. Есть консилер у них в золотистой баночке. Я его почему-то не смогла у себя найти. Он легкий, такой сияющий, то есть подсвечивающий, но при этом он фиксируется. То есть это очень крутая формула, но можно немножечко подсушивать. Есть вот такой у них консилер с огромным спонжем. Он очень кровящий. Его надо прям козявку. У меня 0,3 оттенок. Он может подсушивать. Он с фиксацией, но он очень кровящий. Если у вас какие-то активные проблемы, сильные, которые легкий консилер какой-то не перекрывает, то вам сюда, ну, может подсушивать. Хорошо увлажняйтесь, если у вас там сухая кожа, тем более вообще хорошо увлажняйтесь. Все в кошачьих ворсинках. Они у меня просто монстры косметические по кистям ходят. Я уже задолбалась их мыть только после котов, после шерсти, потому что все лицо потом в ворсинках. Смотрите, какой он кроющий. А еще на самом деле я хотела какие-то новинки заказать. Стеллари, что-то у меня как-то мало. Оказалось их в этом онлайн. А рядом у меня я нигде не видела вообще рядом магнит-косметик, рядом с домом. Подружка где-то есть в торговом центре неподалеку. По магнит-косметикам что-то не особо. Я его прям вот каплюшечку, чтобы не утяжелить эту зону. Где-то лучше добавить, чем потом не знать, как это все открыть и исправить. Сухарь превратится и кошмар. У нас шла еще прикольный лайфхак, как почистить сальные нити гидрофильным маслом. Терла-терла 10 минут по центральной части лица и реально прямо стала кожа визуально, ну и тактильно чище. Пробуйте, посмотрите в интернете, загуглите лайфхак для очищения кожи. Именно не с макияжа, а очищения пор при помощи гидрофильного масла. Рабочей темой надо снять видео, может быть, какое-то маленькое. Как я это все делаю, тестирую. Ну уже, наверное, где-то через месяц, потому что у меня очень долго засоряется что-то. Не особо это заметно. Так тактильно. Ну в общем, кожа получилась, на мой взгляд, очень-очень симпатичной. Она даже не липкая, на удивление, но выглядит, как будто на ней ничегошеньки нет. Очень удивляет. Я смотрю в экран и вижу тоже, что там кожа выглядит красиво. В зеркале красиво. И ощущается вообще, как будто на ней ничего не подсушите. Мне кажется, прикол Десна. Давайте наносить коррекцию. Есть однушки в Стеллари. Есть однушки румян, однушки хайлайтеров и т.д. Но все-таки по качеству и по вообще удобству вот эту штуку вам у Стеллари достаточно. Я не очень люблю, когда много однушек. И вот они все не очень качественный пластик, не очень симпатично выглядят. Поэтому мне гораздо комфортнее вот палетки взять и там средства все рабочие. Хороший хайлайтер, отличнейший скульптор. Румяшки цвет не мой, но тоже выглядит неплохо. И знаете, что я поняла, что сколько вот времени прошло, я каждый раз забываю про пудру Стеллари. Я никогда не пробовала и почему-то никогда не тянулась рука. Почему? Не знаю. Кто пробовал какие пудры у Стеллари, напишите, пожалуйста. Вот, например, мне вот этот консилер, мне все, мне ничего больше пудрить не надо. Я его нанесла на все проблемные зоны. Он зафиксировался, и мне не надо его уже пудрить. Иначе я со своей сухокожей историей полечу куда подальше. Давайте начинать с нанесения скульптора по традиции. Очень комфортный, красивый оттенок. Есть в нем такая песчинка красивая. Он нейтральный, он не ледяной, но при этом и не теплый. Короче, то, что нужно. Очень легко растушевывается, не пылит. Пигментации умеренные. То есть это такая надежная рабочая лошадка. Но все равно я выбираю инфлюенс из всех вот этих вот крутых палеток. Рекомендую вот эту вот, как она называется, я забываю. Декагон. Обожаю просто. Тут цвет румян и хайлайтер, и скульпторы вообще. Здесь цвет румян, по мне бабулька. Мне не нравится, мне не подходит. Я не верю в то, что что-то может не подходить, просто на себе не воспринимаю. Каждому просто нравится свое. Визуально один скажет другому, что тебе это не идет совсем, а человеку это будет нравиться. И это самое главное. Не нравится кому-то, а нравится себе. Но вот в этой истории себе я не нравлюсь таким цветом румян. Выгляжу, как какая-то пожеванная бумага. А вот скульптор и хайлайтер здесь отличные. Выглядит очень жирненько все. Не ложится хлопьями. Чуть-чуть давайте нанесу румян. Они еще пигментированные, короче, если будет некрасиво, не ругайтесь. Это я себе сказала в зеркало. Ну я прям так, чуть-чуть. Если чуть-чуть, выглядит так, как будто я только что в солнышко с пляжа вернулась. Цвет такой прихваченный загаром кожи. Я люблю морозный румянец. Мне кажется, он намного эффектнее смотрится. И давайте нанесу хайлайтер. Немножечко он выбеливает, но не критично. Прямо симпатичный для светлокожих вообще отлично. Румяна, блин, все испортили. Мне вот с румянами сразу не нравится. Давайте к бровям переходить. Мне безумно нравится, как тон выглядит. Вообще никуда не проваливается. Настолько комфортно, без пудры. Трогаешь лицо, и как будто ничего нет, но при этом очень красиво. И оттенок 0,3 мне подошел идеально. Так, давайте к бровям. Есть три штуки. Прозрачный гель. Очень люблю. Лайнер. Очень люблю. Карандаш скошенный. Люблю, но не от всего сердца. Ну нормально, в принципе, работает. Но такой он жирненький, не супер универсальный. Я могу нижнюю линию прочертить. В принципе, с ним можно быстро сделать брови, оформить. Все равно что-то не лежит к нему душа. Больше всего люблю именно лайнер. Ну вот этим карандашом я быстро могу хотя бы нижнюю линию выделить. Нижнюю линию я выделила. Я возьму сейчас гель. Очень удобная у него щеточка. Вообще все, в принципе, хорошо. Но мне все равно он не приглаживает. Я сейчас схожу с ума по усе. У меня появилась версия, которая с узким ограничителем. Помните, у меня была проблема, что широкий ограничитель. И, ну как бы все, он и маленький, компактный, я его с собой беру, ничего дополнительного брать не нужно. И фиксирует огонь. То есть класс. Этот тоже хорош. Он очень хорошо фиксирует, но мои брови он не выкладывает прям идеально. Он их все равно немножечко храняет. Раньше мне нравилось, потому что у меня брови были более податливые до вторых родов. Они мягкие, но при этом вообще непослушные. Я не понимаю, что за явление такое природа. И вот я нанесла, так приглаживаю. Палочкой где-то, расчесочкой. Бессилово, короче, у меня с ними. Ну нет, я не хочу ничего делать. Именно укладки долговременные. Потому что мало ли что. Ресницы до сих пор не могу остыть, потому что хочу сделать ресницы. А брови меня на самом деле не устраивают, потому что я знаю средства, которые мне с легкостью их укращают. Но то, что подобрать сложно, это да. Но в целом, мне кажется, очень аккуратненько получилось. Даже только с нижней линией. Такие, знаете, девичьи бровки. И мы с вами переходим к глазам. Честно вам могу сказать, не плохие, но очень сильно посредственные вот эти вот палетки. Для новичков нормально. Есть там хорошие оттенки и оттенок мухи и все. Но они прямо такие базовые, очень легкие, очень нетрудные в работе. И не до конца, в общем, они продуманные. Тут можно сделать несколько макияжей, но все равно нужна еще палетка. Чтобы что-то там где-то замиксовать, затушевать. Например, мне нужен здесь чисто темный коричневый. Его здесь вообще нет. Здесь есть сразу бордовый какой-то зеленый, который, по сути, применить очень сложно. Я очень сильно люблю палетки лимитированные. У меня, что была любимая, года два, наверное, назад вышла новогодняя с угольно-черным серебром. До сих пор они офигенные. Супер качество, супер пигментации, супер сияние. Это с прошлого нового года тоже отвал всего вообще. Как я бы сказала в жизни. Отвал пигмент. Ладно, не буду говорить, а то тут столько скромнее. Вот это вообще просто огонь. Сияшки очень красивые. Матовые, нормальные, хорошие. Но сияшки тут отваливают все, что можно отвалить. Очень красиво смотрится. Мои любимые оттенки в макияже. Я очень люблю лиловые, фиолетовые. Если, мне кажется, ее уже точно нельзя купить. Ну, сколько прошло времени. Не знаю, там на какой распродаже за 100 рублей, если где-то она лежит. Потому что уже не актуально. Вот он плюс и минус лимит. Когда они выходят, их на расхват все берут. А потом, если они остались, их никто убрать, мне кажется, не хочет. Хотя я бы с удовольствием сейчас, если бы увидела, рекомендовала бы ее взять, если вам нравится такая палитра. Даже не знаю, чем краситься. Потому что если накрашивать вот это, и вот, наверное, вы ее нигде не найдете. А это базовая регулярная коллекция. В принципе, можно с ней что-то нюдовое сколотить. Хочу сделать какой-то такой бронзовый, немножечко сияющий мейк. Чтобы вы понимали, что происходит с моими кистями чистыми. Кошачьи волосы. Начну я с замеса. Потому что здесь нет нейтрального растушевочного. Я замешиваю персиковый с вот этим вот холодным лиловым. И пытаюсь создать что-то околобежевое, невыглядящее. Как что-то прям узконаправленное. Мне хочется нейтральное сделать. Я не хочу делать холодный макияж. Я не хочу делать теплый макияж. Я хочу сделать нейтральный макияж. И вроде как нюд она должна это дать, но она этого не дает. Но сами по себе тени вообще на самом деле достаточно неплохие. Есть, по-моему, такие палетки еще какие-то палитры. Еще интересные, там теплые. Вот там уже как-то шире круг. Видите, все равно холодный проскакивает. Поэтому, наверное, я сейчас вернусь к палетке для лица. И заложу форму скульптором. Без этого никак. Вот этот оттенок, он должен идти в абсолютно любой палетке. Мне, конечно, извините. Но без него вы никакую форму красивую не построите. Ни в одном макияже. Любой макияж начинается с затушевки, складки, скульпторным оттенком. Тут же и внизу. В принципе, мой макияж готов. Расходимся. Да, я люблю нюд. Да, я кайфую от нюда. И все. Больше ни от чего не кайфую. Нет, могу сделать яркий макияж, но кайфую от нюда. С ума схожу от того, как лицо просто раскрывается. И выглядит еще более каким-то изящным, дорогим. Не люблю, так слово, вот это вот, дорогим. Но оно прям облагораживается, свежеет. Намного лучше выглядит мое лицо с нюдом, чем с ярким макияжем. Мне так больше нравится. Беру бронзу и начинаю наносить на подвижное веко. Прямо притаптывая. Очень хорошая бронза. Очень чистая. Очень подходит голубым и зеленым глазам. Очень хорошо, что она такая, знаете, умеренно сияющая. Нет в ней какой-то вычурной металлики, которую иногда, конечно, хочется. Но сегодня не особо. На нижнее веко тоже. Тут достаточно неплохой оттенок мухи. Я его на внешний уголок нанесу, чтобы играло. Здесь с матовыми тяжеловато. Матовые очень интересные сияшки, очень красивые. Быстрее намного пальцем. Вот откровенно вам говорю, вообще с сияшками всегда быстрее пальцем. Раз просто приложил, потушевал и все. Поэтому я так люблю складочку и любую сияшку кинуть. И красота же. И вот это вот розовое золото я кину во внутренний уголочек. Очень красиво подсвечивает. Тоже не вычурно, а очень элегантно. Ну, в принципе, с этой палеткой я чаще всего делаю именно такой макияж. И все. То есть другие какие-то оттенки мне там не особо заходят. И можно сделать цветными какую-то стрелку влажной кистью. Но чаще всего я делаю именно вот так. И мне что-то там попало. Очень люблю подводку от Stellar. Вот это вот Marble. Не знаю, насколько она еще есть. Я ее хорошо зарекомендовала, ее быстро смели из прилавков. Мои подписчицы. Не знаю, сейчас есть она или нет. Поэтому просто она хорошая. Если найдете, берите с кисточкой. Очень мягкую или не дает. Стойкая, просто прекрасная. Я не знаю, насколько я хочу сейчас сделать стрелки. Давайте сделаю легенькие. Сейчас сказала Даша легенькие. Лучше не зарекаться обычно насчет легеньких. Я не могу закрыть этот глаз, потому что слева мне не вижу. Правая у меня всегда на сгибе перебирает. Ну, то есть там я много лью всегда стрелки. Недостаток амблиопии. Ну, вот сказала я себе, что не стрелочные сегодня не надо было начинать. Здесь косяк, но хотела растушевать. Пыталась здесь растушевать. Получилось хер пойми что. Нормально, ладно, ничего страшного. Мне сегодня не подиумы покорять, поэтому... Сейчас ресничками все перекроем. Я очень сильно на самом деле люблю вот эту тушь Foxy Eye. У нее супер маленькая натуральная щеточка. Учитывая, что натуральные щеточки я люблю не очень. Но у нее прям очень приятная кремовая текстура и маленькая щеточка. Но бывает, что на нее попадает много туши. То есть там что-то, наверное, с ограничителем. И приходится вот так вот сидеть тереть. Но очень красиво подчеркивает реснички. Захватывает даже самые маленькие и не утяжеляет глаза. Это про натуральный эффект. Но про такой натуральный эффект, где все реснички захвачены. И можно точечно, благодаря маленькой щеточке, добавить, например, на уголочки внешние. Все равно из-за того, что здесь бахнет, стрелка выглядит здесь толще. Но я не хочу здесь утолщать. Пускай будут разные. Вот такие сегодня глазючки. Не знаю, насколько разные. Просто иногда не вижу из-за своего глаза. Вообще не понимаю. Иногда. Иногда прям бывает, как помазала закрытыми, могу нарисовать. А иногда бывает, косякнешь, и что-то везде видишь недостаток. Но, в принципе, я спокойно к этому отношусь. Ничего страшного. Наконец-то губы. Блин. Вот продукты для губ из Стеллери. Это просто симбиоз. У них очень красивые и очень комфортные продукты для губ. Я очень люблю их карандаши в дереве. Они очень мягкие. У них там изысканные оттенки. Там очень красивые оттенки в бежевых помадах. Нюда. Яркие в черных футлярах. Короче, у них очень крутые продукты для губ. Обожаю. Я буду наносить карандашик для губ. Классический. В оттеночке латте. Он такой немножечко чоко. С юглинкой с небольшой. Очень люблю оттенок капучино. Очень люблю оттенок Cool Nude. Сегодня хочу что-то и губки поярче сделать. Очень мягко идет. Но умеренно мягко. Он не начинает везде отмечатываться. Что я прям очень в последнее время люблю, это вот эти штучки. Они как пламперы, помады пламперы. Оттеночек у меня 0,4. Сильно его люблю. Пахнут какими-то карамельками. На губах выглядит максимально сочно и красиво. И комфортно, самое главное. Легкая-легкая такая холодочка. Покалывание от холодочка. Очень люблю блески. Их безумно красивые оттенки. Вот этих вот Volume, Gloss. Разницы особо в них не вижу. Но они шикарные. И упаковка хорошая, и сами по себе продукты внутри шикарные. Просто сияй по максимуму. Обожаю. Оно еще сильнее начинает холодить немножко. Давайте сделаю вот так. Я хочу дать свою оценку тону. По-моему, на данный момент он роскошный. Я не вижу его абсолютно на коже. Я его не ощущаю абсолютно. Учитывая, что я его не припутривала. На нем прекрасно растушевалось все сухое. То есть, все сухие продукты из палетки. Скульптор, хайлайтер, румяна. Все прекрасно. Ничего он не ест. Консилер. То есть, с консилером они тоже хорошо подружились. Все прекрасно. Вообще, мне безумно понравилось. Я надеюсь, что в течение дня он тоже будет не хулигадить. Вести себя хорошо. И станет твердым бюджетным отличником. На данный момент прям супер. Покрытие от легкого к среднему. Сверхпокрытие оно не дает. Безумно комфортная история. Очень круто. Надеюсь, что никаких реакций тоже от него не будет. В остальном, никаких первопочтений не было. Сразу говорила свою оценку. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ваши любимые средства от бренда Стеллери. Что любите, что пробовали, вам не понравилось. Будет интересно обвиняться с вами мнениями. И, конечно же, смотрите, как я проходила с этим макияжем в течение дня. Ну что, как я проходила с этим макияжем в течение дня. Слушайте, тон. Он, по ощущениям, вообще не липкий. Но я вижу... Он что это такое? Шоколад? Или не шоколад? Да нет, на самом деле шоколад. Это точно не то, о чем мы подумали. Я на веселе. И не потому, что я что-то это. Просто хорошее настроение. То, что наконец-то из дома выбралась. Господи, какое счастье. Кожа выглядит немножечко glow skin. Но она не липкая вообще. Я не чувствую, что к ней что-то прилипает. Но на руках остается блеск. То есть такая история увлажняющая для жирной кожи, мне кажется, не подойдет. Точнее, для той кожи, как я всегда говорю, которая не любит влажные финиши, которые выглядят немножечко сияющим. Это может быть абсолютно любой тип кожи. Тут зависит от предпочтений. В остальном, что хочу сказать. Я здесь почесала. Что-то у меня подводка отковырялась. Но, наверное, потому что я здесь терла. Пыталась растушевать. Еще наслаивала. И немножечко она подсохла. И поэтому получилось, что получилось. Что немножечко она пунктирной стала. Тушь не осыпалась. В скульптуре я до сих пор вижу. Румяшки уже нет. Все, в принципе, очень мягко сходит. Но я совсем не пудрилась. И все для этого достаточно мягко сходит. Губы, конечно же, съелись. Тени немножечко выглядели так. Ну, не первой свежести, но не скатались. Брови что-то как-то это... Как-то перестала держать стеллари мои брови. В остальном все хорошо. Три с половиной из пяти я считаю, что макияж выглядит спустя пять часов. Пять часов я с ним, наверное... Не, не пять. Семь. Семь часов. Двенадцать я наносила. Прежде всего я вспоминала, поскольку я наносила. Такие дела. Вот такие вот дела вы доделаете с Сями. И, конечно же, подписывайтесь на все мои соцсети. В частности, за предграм, где очень много говорю о блогинге, ведении через личный бренд. В общем, я знаю, что у меня тут очень много бьюти-мастеров. И как раз-таки вам сюда. Точно, потому что я рассказываю, как реализовать в соцсетях, как увеличить свой доход своей деятельности через соцсети. Как себя транслировать так, чтобы была топ-запись, поднимать комфортный чек и все остальное. Просто благодаря ведению своего блога правильно. Жду вас. Самореклама никому еще не повредила. Если кому-то это неинтересно, это ок. Я говорю это тем, кому это интересно. Самое главное, что это интересно мне. И я с этого кайфуюсь, что я наконец-таки этим открыто занимаюсь. В Telegram тоже подписывайтесь. Там бывает не всегда приходят уведомления на YouTube, что вышло новое видео. А там выходят они всегда. И любые какие-то новости я тоже транслирую в Telegram. Так что обязательно подписывайтесь, присоединяйтесь. Давайте везде объединяться. Ну и на YouTube-канал, конечно же, не забудьте подписываться. Сставляйте комментарии, пальчики вверх. Это очень помогает моему каналу развиваться, мне расти вместе с вами. Я очень вас люблю, ценю и благодарю за поддержку людей, которым интересно то, о чем я обещаю. Поэтому лучи и добра. Мои хорошие, самое главное, конечно же, никогда не забывайте, что каждая из вас прекрасна в любом виде. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. 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 Пока-пока.